Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео продолжим изучать этот Sonoff термостат, так называемый. В предыдущем видео я показывал устройство датчика самого Sonoff. Сейчас я его настроил. В общем, кратко процесс настройки. Включайте Wi-Fi роутер или у меня в качестве него вот этот телефон. Вот этот просто здесь тариф сейчас, в общем, вот этот, вернее, это его не видно. Вот тот телефон, который в шкафчик вот этот собирал, да, в бокс. Тариф тут кончился. Ну, я им не пользуюсь, да, то есть он лежал, как раз ждал времени, когда я куплю, то есть когда придет этот Sonoff. Ну вот, к сожалению, получилось так, что Sonoff пришел и тариф кончился в срок действия. Вот, в общем, надо либо пополнять, но я другой куплю. Тариф там Теле 2, скорее всего, будет и будет за 100 рублей, который там, где только интернет. Здесь больше ничего не надо. Трафик, я думаю, небольшой. Я, честно говоря, пока не знаю трафика. Вот, в общем, вот этот бокс. Здесь я еще вот сделал защиту. Вот, единственное, вот я термостат сейчас поставил на один рейку. Вот, немножко, я тоже поставил вот на изолятор, вот на такой, привернул. Вот здесь вот видно, вот, просто вот на одном саморезе, вот, штатно проушину. Он, в принципе, держится нормально, то есть особо даже не лозит, ничего. Вот, я считаю, достаточно. Вот. Ну, нюанс такой, что он достаточно толстый и вот выпирает шкаф не глубокий, это, к сожалению, вот у меня и здесь достаточно вот блоки питания практически заподлицо, да. А этот надо опиливать, получается, вот так вот. Изолятор этот, вот, и уже ставить. Значит, подключение как? Подключили к Wi-Fi роутеру. Ну, то есть, не подключили к Wi-Fi роутеру. Включили Wi-Fi роутер, вот здесь нажали, ну, 5-7 секунд, значит, светодиодик этот синий будет моргать три раза, потом долго горит, потом снова три раза и так далее. Вот. Ввели в режим в приложении, поставили его линк, там плюсик нажимаете, вот, вводите, значит, пароль Wi-Fi сети, вот, он какое-то время ищет и каким-то чудесным образом находит это устройство. Вот, я, честно говоря, даже, даже не знаю, каким образом это происходит. Ну, возможно, возможно, здесь какая-то Wi-Fi точка доступа открывается, ну, через поиск и не видно, не знаю, как они спрягаются, в общем, каким-то чудом они оказались спряжены. Вот. То есть, вот так, и потом ставите настройки в приложении, да, уже там называете, как-то этот термостат, и все, и он уже можно управлять. Единственное, у меня что-то, при первом подключении датчики не нашлись, ну, может быть, они какое-то время ищутся, да, потому что их адреса тоже они, они адресные все-таки, да, то есть адрес, как-то, может, поиск осуществлялся, ну, я пошевелил, вот, в общем-то, хоть запрещено, я вытащил, вставил, в общем, ничего не случилось, работает. Показать, к сожалению, не могу, потому что у меня приложение на этом телефоне, на котором я снимаю. Единственную полезную функцию покажу, если сейчас нажимать кнопку, куда это, видите, сейчас у меня помещение 28 градусов и заданный термостат там 29, да, то есть он пытается, как бы, набрать, но, естественно, тут нагрузки никакой нет, он ничем не управляет пока, вот. То есть полезная функция достаточно, вот видно, вот включен, да, то есть красный, идет, это когда включен, включенный реле. Мы можем нажать, выключается, и в приложении, в принципе, да, мы видим, то есть идет постоянный обмен данными. Я, конечно, не знаю, какой трафик, к сожалению, вот, ну, позже, наверное, знаю, какой трафик идет, вот, и хватит ли мне этого тарифа, там, тариф, по-моему, то ли 2, то ли 5 гигабайт, еще не знаю. Вот, так что вот так вот. Все, всем пока, спасибо за внимание.